Вот, в горах я. Иду от Вадима. В гостях был. Три дня получается, да? Да, три дня. Вот, короче, что случилось? Я с собой взял сомы. Сома это напиток боков. Это мухомор со всякой вкусняшкой. Вот, там у меня было 28 грамм в 2-литровой бутылочке. И, короче, я все-таки хотел там ее употребить, очень хотел поделиться своим состоянием. Вот, ну, Вадим такой противник костылей, так называемых. Он это называет костыли. Я буду 40 лет сидеть в пещере, а потом еще пару жизней посижу в пещере и, возможно, пробьюсь. Ну, у Вадима, возможно, это будет быстрее. Я точно знаю, что быстрее. Вот, но кто-то думает вот так вот. Ну, и Вадим тоже немножко. Короче, я так хотел поделиться этим состоянием. Вот. И что произошло? Я утром встал пораньше и начал кабачки готовить. Я сделал кабачки, там пожарить решил. Вадим как раз очень поздно встал. Он должен был поздно встать, потому что я готовил. И он прям очень долго спал. В десятом часу встал. И я, короче, пока готовил кабачки, пока все это нарезал, у меня даже еще видосики будут, как я там... Вот это я был, кстати, уже в состоянии таком трипи начальном, да? Я его начал распознавать, потому что... Ну, я потом, только уже чуть-чуть попозже понял, что вот это состояние, оно похоже с моим четвертым и пятым трипом мухоморным, да? Как понять, что ты есть здесь и твоя жизнь, вот она одна? Как понять? Вот я сейчас жарю кабачки. И это действие, которое я жарю кабачки, оно существует только тогда, когда оно происходит. Другое время и его не может быть. И то время, когда ты, допустим, не жаришь кабачки, а когда ты подготавливаешься к этому или когда ты мечтаешь, что они пожарятся, тебя не существует. Ты есть только тогда, когда ты производишь действие в данную долю секунды, прямо вот здесь и сейчас. Только в этот момент ты существуешь. В другие моменты, в другие времена, в другие пространства ты думаешь, что ты там где-то окажешься. Не существуешь. Жизнь на самом деле одна, пока ты ее понимаешь и осознаешь в данную секунду, в данный момент. Нет ни будущего, ни прошлого. Оно все едино. И вот этот кабачок, вот этот вот жареный кабачок, это бог. Вот этот жареный кабачок является богом. И кто-то скажет, что ты несешь, дебил? Но пойми, этот кабачок бог. Почему он бог? Потому что он является тем, что я воспроизвел то, что я захотел увидеть. И оно стало тем, чем я хотел, что я решил увидеть. То есть все, что вокруг происходит, это все, что ты захотел увидеть. Потому что ты являешься, я являюсь богом. И я захотел увидеть те или иные вещи. И только когда ты те или иные вещи захотел увидеть, они проявляются. Без меня, вне меня они не существуют. Поэтому этот кабачок, я захотел, чтобы он был богом. Вот. Что случилось? Я вчера с Вадимом смотрели фильм «Фонтан». Актер, который играет главную роль Росомаха Люди Икс. Офигенный актер, классный, мне всегда нравится. И я этот фильм, один из моих любимейших фильмов, это «Фонтан». И у меня будет интерпретация по этому фильму, посмотрите. Где-то будет видосик, я его выложу, я уже снял. Но обязательно посмотрите в моей интерпретации. Потому что зачастую люди смотрят и ни хрена не понимают. Хрень какая-то, да? Вот. Короче, пока готовил кабачки, мне начинало накрывать. А я еще планировал записать видео с Вадимом, да? И как бы составлял план внутри. У меня сейчас такая появилась штука. Я как бы не обдумываю, а внутри составляю план действий. Он там такой, как бы вообще сам составляется. И пока я это делал, я все время еще под впечатлением этого фильма был. Немножко такой, да? Хотя я его смотрел уже десятки раз. И каждый раз его смотрю чуть-чуть по-другому. И я чувствую, что меня накрывает опять-таки неимоверная любовь. И вот это состояние сливания с творцом, как в четвертом моем трипе и в пятом, конечно. Оно вот это я чувствую, это оно. Опять оно. Без грибов. Я, правда, утром, ну там, наверное, грамм, может быть, даже меньше. Глоточек сомы сделал. Но трип с граммом меньше. Он невозможен практически. Наверное, я так думал. Но это было не от него. Это было просто вот это состояние. И оно возникло само. Практически само. Ну, как само? Само ничего не бывает. И мне потом, конечно, все это... Я узнал, что это. Только я уже узнавал это не как спрашивая, а как само знание. Что вот такие выходы спонтанные, они будут все чаще и чаще. И мне нужно привыкнуть к этому состоянию. И через грибы я тоже буду выходить, потому что мне это состояние надо участить. И в этом состоянии я буду жить на самом деле. Но как это состояние выглядит? Там просто вот оно там все зашкаливает. И как определил Вадим, да, мое состояние, что ты как блаженный. Для чего нужны грибы? Грибы нужны только для того, чтобы углубиться в понимании божественной сути, божественных существа. Что нету отделения от тебя как что-то отдельное. Тебя не существует как отдельное. Ты и есть этот Бог. Ты и есть тот Бог, который есть все. Ты понимание всего. Ты и есть это понимание всего. Ты и есть это все. Тебя не может быть отдельно. Ты можешь быть только Богом. И Бог есть ты. И когда ты поймешь, что ничего отдельно не существует, ты сольешься с ним. И грибы нужны для того, чтобы ты понял, что тебя отдельно нету. Они стирают грань отдельности. Они стирают грань твоей личности, которой нету отдельно от Бога. Ты и есть этот Бог. Ты и есть тот, кто создал все. И не существует вокруг никого тебя. Никого не существует. Есть только ты. И все, что у тебя проявляется, и все, что ты вокруг кого-то видишь и что-то видишь, это создал ты. Ты создал то, что все вокруг тебя существует. И ничего вокруг не может быть больше или меньше того, что может быть. Ты и есть все. И грибы нужны для того, чтобы ты понял, у тебя стерлись рамки, грани понимания твоего внутреннего какого-то Я. Его нету. Есть только божественное Я, которое есть абсолютно все. Для этого нужны грибы. Сейчас я только что еще раз, как под трипи грибном, слился с Богом. Только уже без грибов. Я еще раз утвердился в понимании, что я есть Бог. Что я есть все. Что вне меня ничего не может быть. Я есть все. И нам нужно понять, что тебя не существует на самом деле вне всего, вне Бога, вне какого-то другого проявления. И сейчас я просто преисполнился слиянием с Божественным еще раз. Я как бы и был слит, но в понимании вот этого Божественного слияния. И ты понимаешь, что ты есть Он. И нету разницы. Ты можешь стать Богом. Ты и есть Он. Просто ты пока что забыл об этом. И когда ты вспомнишь, что у тебя нету какого-то другого, ты поймешь, что ты есть Бог. И что нету никого другого. И что все люди, которые вокруг тебя, это ты и есть. А когда они поймут свою Божественную идентичность, которой нету, да? Они тоже станут Богом. Но ты будешь Богом и в них, и они будут Богом в тебе. И Божественного проявления будет одно на всех. Потому что ничего не существует вне и отдельно. Только здесь и сейчас в проявлении Бога есть все. Немного. А ты такой. Такой, значит. Аааа. Тебе так хорошо, такой. Ааа. Ааа. И там все такое, любовь затекает, заплывает. Тебе очень хорошо. И как стал в один Блаженный. Да. И в этом состоянии очень тяжело жить. Потому что тебе непривычно. А оно тяжело, потому что всего лишь непривычно. И вот эти вот погружения, вот эти вот безмухоморные погружения, они у меня участятся. И погружения мухоморные будут офигенные. И поэтому они тоже будут присутствовать, потому что они мне нужны еще. Потом они будут мне нужны. Это состояние сольется в одну точку, и оно будет присутствовать все время. То есть это привычка, как, допустим, привычка внутренней тишины. Ты к ножик не привыкаешь, или, ну так называемая самадхи, да? Через месяц ты уже привыкаешь, и тебе становится ровно. Тишина, ума. И, ну да, и здесь тоже самое будет. Ты к этому привыкнешь. Но сразу оно немножко, как бы, ты такой не в себе. Блаженный. Блаженный, кроткий. Нифига они не кроткие. А они как будто их прет. Безбоженный прет. Вот. Ну, вот так вот. И это пошло, прошло, произошло. Вряд ли это с моего микродозинга. Громового, если не меньше. Просто маленький такой. Неполный глоточек кефирчика. Вот. И вот меня держало вот так вот где-то 4 часа. И когда меня отпускало, мы пошли там сходить к человеку к одному. И мы с Вадимом уйдем. Я говорю, о, Вадим, смотри, меня отпускает. А там отпускает так же, как после мухоморного трипа. Так же такое, знаешь. Такие подергивания, как конвульсии внутренние, такие. Прикольно. Вот. Так что выход в это состояние возможен без мухоморов. Но он у меня должен был случиться, этот выход, 2 года назад. Но так вот получилось. Пришлось через мухоморы это делать. И вот. И это твое состояние, оно просто феерическое. Потому что у тебя уже нет никакого внутреннего голоса. У тебя уже нету никого вокруг. Кроме того, что ты уже слитый с Творцом. И твое состояние является ты, ну, вначале Творец, Бог Вселенной. И ты, оно становится нераздельным. Ты становишься всем. И самое что интересное, что я хочу сказать, что любой человек может достичь этого состояния. Практически любой. Выражение. Ты живешь один раз. И многие люди, которые считают, что нет, я буду жить там, в других жизнях. Пойми. Тебя нет нигде. Не существуешь ты в других местах. Ты можешь существовать только в данной точке проявления своего существа. Потому что ты есть только здесь. Даже если ты покинешь свое тело, да, вот эту вот конструкцию, вот эту вот мясную, то ты появишься в том месте, в данный момент, в данной точке проявления божественного явления, ты можешь появиться только там, где ты будешь. И каждый раз ты будешь все время оказываться именно в том месте. И у тебя будет всегда одна жизнь. Не существует тебя в других мирах или еще что-то. Нету. Ты только здесь сейчас. В других местах тебя никогда не может быть. Поэтому не заблуждайся, живи жизнь эту здесь и сейчас. Никогда нигде тебя больше не будет. Вот так вот. Так что, кто нам рассказывает, что Бога где-то надо найти. Его нужно найти в себе. Он там. Даже никуда ездить не надо. Можно, сидя на диване, его найти. Его нигде нету, кроме как внутри тебя. Ты же слышал, что Бог является внутри тебе, как частичка божественная. Так это и есть Он. Он все время в тебе присутствует. Никогда его нету вне тебя. Просто твое виденье и твое ощущение божественное, оно замазано. Замазано твоим эго. И ты все забыл. Просто ты все забыл. И не зря, что, когда я в детстве, наверное, мне два года еще не было, в Челябинске жили. Я шел по Челябинску с мамой. В магазин мы шли или куда. И я говорил, я думал внутри себя, как вот люди могут, вот-вот они ходят, и вот мама тут идет, как они могут быть вне меня. Ведь я, вот он. Как они могут существовать без меня, вне меня. То есть в детстве ребенок знает и ощущает, что Бог есть ты. Что Бог неотделим от тебя. Что ты есть все. И так ощущают все дети маленькие. А потом начинается намазываться сверху кучка говна, которую тебе начинают помещать родители. Садик. Система. И ты все зашовриваешься, зашовриваешься, зашовриваешься. И ты забываешь, что ты есть Бог. Что ты, этот океан, безбрежный, безграничный, без края. Этот океан есть Бог и есть ты. Потому что ты капелька этого океана. А капля себя не разделяет от океана. И океан не разделяет от тебя каплю. Поэтому ты и есть Он. Но одно дело, ты если головой это додумал, да, я точно, я Бог, я Бог, да. Да, я знаю, что я Бог. Мне в книжке написали. Вот, вот, вот это, вот это, вот это, с бородой мне рассказал. Я Бог, да. Вот. Почему Бога не увидеть? Все думают, что Он проявится, как какой-то свет, еще что-то. Его невозможно увидеть. Он соблюдает правила игры, Он не нарушает правила игры. Он может их только корректировать. А нарушать их нельзя. Потому что это божественная лила, божественная игра. И ее нельзя нарушать. Как? Бог может нарушить сам себя. И эта игра продолжается. Ее можно только корректировать. Ее можно корректировать только как божественное проявление. Может корректировать эту игру. И эта коррекция небольшая. Она очень маленькая. Но, запомни, Он играет в эту игру тоже. И Он не нарушает правила игры. Игра продолжается. Но ты поймешь это только тогда. Когда сольешься с Ним. С Творцом. Когда ты увидишь Вселенные. Все Вселенные бесконечны. Разум. Только Бог их может видеть разум. Творец. Все Вселенные разум. И когда ты их увидишь. Сольешься с Творцом. Только тогда ты это ощутишь. А так тебе просто кто-то рассказал. Апать-таки. Ну вот я сейчас рассказал. Так что не заблуждайся. Ты всего лишь. Та частичка. Которая еще. Спит. Ее нужно очистить. Очищайся. Очищай свое сознание. Очищай свое осознание. И я увидел, что после осознанности. Пробуждения. Потом просветления. А там есть осознание. Вот это вот божественное. Осознание того, что ты есть все. Вот. Ничего сложного. Все очень просто. Так что, друзья. Не забываем ставить мне лайки. Я вас всех сегодня люблю. Сегодня у меня такое состояние. Всех люблю. И все. Вот. Поэтому ставьте лайки. Пишите комментарии. Закидывайте мне донаты. Кто может. Донаты. Донаты. Это такая штучка. На карточке. Вот. Реквизиты все внизу. Так что всех сегодня люблю. Вот. Всем желаю осознанности, пробуждения и просветления. Ничего круче этого нету. Во Вселенной. Во всех Вселенных. Так что во всех Вселенных. бесконечных. Короче, этого ничего нету. Пока.